Доброе утро! Мы готовы, мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии. Мы — это директор по маркетингу Екатерина Ахматовская и наш технический эксперт направления проектирования и строительства Татьяна Ерофеева. Мы рады видеть всех вас сегодня. У нас предстоит очень насыщенный день, но прежде чем я расскажу, что же нас ждет с вами сегодня, Татьяна хотела поделиться одной коротенькой историей. Да, я хотела бы рассказать, что впервые мы задумались о том, чтобы провести выделенное мероприятие под решение BIM 360 для стройки во время подготовки к прошлогоднему Autodesk University. Дело в том, что я получила так много заявок на выступления от наших пользователей, что даже сократив количество в половину, я не смогла уместиться в тот временной слот, который был мне отведен. И наша секция закончилась ровно на один доклад позже, чем все мероприятие. Сразу после этого мероприятия, естественно, я вышла с предложением к нашей команде организовать выделенное мероприятие. И вот я рада приветствовать вас на нем. То, что зал заполнен, говорит о том, что мы не прогадали. Эта тема действительно горячая и интересная. Поэтому Екатерина расскажет о том, как будет проходить сегодняшнее мероприятие. Да, спасибо большое. Действительно, по количеству людей, по количеству горящих глаз, мы точно видим, что не зря мы готовились, мы организовывали это мероприятие. Итак, наша программа будет строиться следующим образом. Бизнес-часть, которую Анастасия открыла буквально несколько минут назад. Здесь основная речь пройдет про цифровую трансформацию стройки, про клиентский опыт, про вклад Autodesk в это движение. Зачем? Затем после обеда мы разобьемся на две параллельные секции. Соответственно, первая будет про инструменты взаимодействия на этапе проектирования. Вторая будет про интеграцию решений технологических партнеров. Поэтому у вас еще есть немного времени посмотреть программу, выбрать, к какой секции вы присоединитесь во второй половине дня. Также я думаю, что большинство из вас обратили внимание, когда только зашли на площадку, что у нас действует достаточно большая технологическая зона. Потому что все то, о чем мы говорим в рамках этого мероприятия, про это интересно не только слушать, но и смотреть, пробовать, тестировать своими руками, общаться с теми, кто уже применяет эти решения. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на нашу технологическую зону, на наших партнеров. Это компании Topcon, Gexagon, CSD, iBeam, Beam Academy, Goodwin, Katsap и Sodis. Коллеги очень готовы делиться тем, что они подготовили для нас. Приходите, задавайте вопросы, общайтесь. Также, принимая во внимание то, что тема цифровой трансформации стройки сейчас очень актуальна, много вопросов, много дискуссионных моментов. Мы понимаем, что хочется обсуждать, хочется находить единомышленников, спорить и прочее. Поэтому сегодня в зале, я думаю, многие обратили, что есть люди со специальными значками. Вот, например, на Анастасии был такой значок. Есть еще достаточно много людей. Соответственно, что означают эти значки? Первое. Beam 360 Expert. Это либо сотрудники компании Autodesk, либо наши партнеры. Это те люди, которые разобрались в этом решении, которые готовы о нем рассказывать, которые уже не представляют своей жизни без Beam 360. А также докладчики. Конечно. Ну и, наконец, вторая категория – это использую Beam 360. Я думаю, все со мной согласятся, что лучше всего про то, насколько интересен и полезен продукт, расскажет не разработчик этого продукта, а клиент, который его уже использует. Поэтому наши дорогие клиенты, кто уже с нами в использовании этих технологий, сегодня также надели эти значки и готовы поделиться своими впечатлениями от решений Beam 360. Поэтому, пожалуйста, в перерывах после знакомьтесь, общайтесь, задавайте вопросы. Это мероприятие в первую очередь именно для этого. Также важный момент. Обратная связь – это то, что нам помогает становиться лучше изо дня в день. Поэтому, когда наши организаторы предложат вам заполнить небольшие анкеты, пожалуйста, сделайте это, сдайте на стойку информации и получите маленький комплимент от нас в благодарность за это. На этом, на самом деле, я передаю слово Татьяне Ерофеевой, которая немножко приоткроет завесу того, кто будет сегодня выступать и почему надо обязательно досидеть до конца всего мероприятия. Татьяна? Спасибо, Екатерина. Я хочу помочь вам разобраться с программой, поскольку я непосредственно принимала в ее участии. Я лучше всех знаю о том, о чем будут доклады, какое из них интересно, и, может быть, помогу с вам сориентироваться с программой. Подскажите, пожалуйста, все получили программку? Если у вас есть, вы как раз сможете отмечать те доклады, которые будут вам наиболее интересны. Итак, надеюсь, что и на экране вам видно. Как сказала Екатерина, у нас начинается первая часть, бизнес-часть, в которой мы планировали рассказать, дать общее представление о решениях автодеск для стройки. Познакомить с пользователями, с первопроходцами, которые перешли на технологию BIM и на облачные системы хранения данных. Конечно же, я буду ориентироваться на свой собственный опыт. Наши пользователи очень часто просят организовать референс-визит куда-то к заграничному клиенту. Это возможно, конечно же, но есть определенные сложности, которые связаны с организационными вопросами. Поэтому, когда я подготавливала это мероприятие, естественно, я захотела кого-то привезти к нам, для того, чтобы интересный докладчик рассказал о своем опыте. Но максимум, на что я могла рассчитывать, это один человек. Правильно? Это никак не удовлетворяет моим амбициозным потребностям, поэтому я решила переграть ситуацию и пригласила эксперта, который принимал участие во внедрении или в обсуждении внедрения BIM 360 в компаниях. Поэтому у нас будет три истории успеха. Выбирая докладчика, естественно, я задумалась о… Мне хотелось кого-то пригласить из грандиозных стройок. Вот вопрос вам. Если… Я задам вопрос. Какие города или регионы приходят вам на ум, если я говорю о грандиозных стройках? С программой ознакомились. Молодцы. Действительно. Я пригласила моего коллегу Хани Шабана. Он приехал к нам из Дубая. И почему я выбрала именно этот регион и этого докладчика? Ну, во-первых, действительно, Дубай – это город грандиозной стройки. Так, как развивается Дубай, наверное, не развивается ни один город. Во-вторых, Дубай знаменит своими амбициозными проектами. Вспомните Бурж-Халифа, вспомните искусственные острова в виде пальмы или карты мира. Ну, а в-третьих, дело в том, что в этом регионе решения BIM 360 появились в прайс-листе на три года раньше. Поэтому пользователи Ближнего Востока уже имели возможность раньше ознакомиться с этими решениями, а значит, больше погрузились в них. Далее выступит Александр Бойцов с не менее интересным докладом о том, как компания Абонава начала свой процесс миграции на решение BIM 360. И также, предоткрою завесу, начали они этот процесс в 2012 году. Не пропустите. Далее будет перерыв и блок докладов, состоящий из трех частей о проекте гостиницы Долгоруковская, но рассказанной от трех лиц. Во-первых, от лица генпроектировщика в лице компании архитектурного бюро Апекс. Во-вторых, от лица Bell Development Гринина Дениса, стороны заказчика. И в-третьих, от консультанта, который начал внедрение BIM 360 Field на стройке. Скажите, пожалуйста, кто знает о BIM 360 Field? Я слышал и спрашивал. Но действительно, очень многие пользователи спрашивали меня, когда это решение будет доступно на нашем рынке. Я с большим удовольствием еще раз повторяю, что BIM 360 Field доступен для заказа уже с 1 февраля. И вот недавно у нас состоялась первая поставка. Поэтому этот доклад будет очень своевременным и интересным. Затем Владимир Елисеев, мой коллега, расскажет вам о всех вопросах безопасности. Это действительно очень горячий вопрос, которым нас тоже постоянно мучают, приводит очень много доводов. Так вот, Владимир Елисеев потратил очень много времени для того, чтобы погрузиться во все мелочи и детали вопроса безопасности. Шифрование данных, сертификаты, которые показывает и предъявляет Autodesk, подтверждая безопасность размещения ваших данных в наших облаках. Не пропустите этот доклад. Для самых больших скептиков, кого Владимир не удивит и не убедит, я приглашаю на следующий доклад Владимира Ужезоолгова из компании Talon. И Владимир расскажет о опыте разработки приложения для создания бэкап на локальном сервере. Маленькая интрига. Там будет бонус тема. Очень интересно. И Владимир поделится собственным путем, как они выбирали систему для хранения данных. Последние два слота я забираю под себя. Во-первых, я расскажу о вопросах лицензирования и о доступных схемах лицензирования. Отвечу на вопрос, сколько же лицензий необходимо приобретать, потому что обычно моя презентация заканчивается вопросом, а сколько нам нужно. Так вот, я расскажу, как правильно рассчитать, сколько доступов и лицензий вам необходимо на организацию и для ваших подрядчиков. Последний мой доклад Construction IQ. Здесь я буду делиться самыми последними разработками компании Autodesk в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Те, кто был на моих вебинарах и выступлениях, наверное, знают, что я грешу тем, что у меня много очень примеров, инструкций, и мой доклад можно будет использовать потом, может быть, в качестве мастер-класса для самостоятельного изучения. Обед. Очень важная часть. И дальше два зала. Первый зал, как сказала Екатерина, инструменты взаимодействия на этапе проектирования, и в этом зале будет хозяином зала Владимир Елисеев. Здесь я бы предложила остаться в зале проектировщиком, тем, которым интересно непосредственно погрузиться в вопросы, как же организовать коллективное взаимодействие на этапе проекта. Очень часто ко мне поступал вопрос, ага, такое складывается впечатление, что BIM-360 в основном ориентирован на проектирование зданий. Это неправильно, это не так. И вот как раз первый доклад от Аллы Землянской поможет разобраться, что и для генпланистов также есть очень полезные инструменты. Второй доклад Александра Лопыгина. И Александр расскажет о том, как можно построить коллективную работу всех проектировщиков в Revit, несмотря на то, что проектировщики находятся в разных офисах и в разных, возможно, даже городах. Далее не пропустите живую демонстрацию Александра Попова. Я надеюсь, что наше все получится и не будет никаких сложностей, связанных, например, с интернетом. Но я видела презентацию, поскольку одобряла и проверяла. Всего лишь 7 слайдов, а все остальное время будет живая демонстрация с тем, как работать в доксе. Причем Александр Попов очень всегда искренне рассказывает о своих лучших практиках и о том, как нужно работать с системой. Очень вдумчивый доклад от Альберта Сумина закроет первый день, первый зал. И доклад будет полезен тем, кто решился переходить на BIM 360, но не знает, с чего начать и не знает, на какие моменты нужно обратить внимание. Вот этот доклад будет вам интересен. Второй зал полностью отведен под наших технологических партнеров. Первые два доклада от компании ГЕЗО «Строизыскание» и Гексагон, где будут рассказаны, как информационные модели могут быть вынесены на строительную площадку, а также использованы для мониторинга строительства. Далее три доклада посвящены платформе Forge. Опять же, на встречах с клиентами очень часто все-таки возникают вопросы, которые говорят, а может ли ваша система сделать то-то или то-то. Если я говорю нет, то сразу же передаю контакты Ярославу Решетникову. Потому что платформа Forge – это именно решение для разработки собственных приложений, уникальных каких-то функций, которые не хватают вам, уважаемые пользователи. И на этом я, наверное, заканчиваю. Но приглашаю нашего дорогого гостя, ключевого спикера Хани Шабана, приехавшего к нам из Дубая.